Всем привет! С вами Игорь. Сегодня расскажу о новом моем проекте, который я давно его уже задумывал. Теперь, кажется, подошло время. Это будет солнечный коллектор воздушного типа. Почему воздушного? Не хочу я с водяным заморачиваться. Это слишком сложно, геморройно. Там эти трубки, герметичность, какие-то антифризы надо заливать. Оно там протечет где-то. Ну, короче, воздушный он намного проще. Итак, вот здесь вот нарисовал такую схемку, как он будет выглядеть в разрезе, как бы. Вот, рамка будет деревянная. Я работаю с деревом в столярке, так что с досточками проблем не будет. Вот, деревянная рамка с досточки там 10 на 20, точнее 100 на 20. Или 10 на 2. Примерно такие досточки. Сделаю рамку, такой короб. И будет вставляться. Короче, вот здесь вот, если солнце светит, то вот этот поликарбонат у нас. Вот такой вот собираюсь. Ну, я его показывал, как утеплить окна. У меня там есть видео. Он у меня стоял на рамках таких. Это обрезок такой обычный. Такой вот двухслойный поликарбонат с перемычками. 10 миллиметров толщина его. Но это плотный такой. Он есть в разной плотности, жесткости. Это такой довольно крепенький. Поликарбонат решил, потому что коллектор будет использоваться в основном в холодное время года. Ну, осень, зима, весна. Поэтому надо минимизировать теплопотери с него. Стекло для этого не годится. Стекло, пленка, это не то. Большие теплопотери. А есть еще вот такой вот поликарбонат, вот такого типа. Так, если смотреть в торец, тут такие перемычки, получается. Как бы двухкамерный. И у него еще дополнительные. Но у этого поликарбоната хоть и больше теплоизоляция. Меньше будет тепла выпускать назад. Но у него на 20-25% хуже светопропускаемость. Поэтому я и дороже он, соответственно, этот поликарбонат. Ну, короче, решил я это тут не ставить. Ну, что. Вот, подумал, что обычный, вот такой вот лучше сгодится. Тут важно, чтобы как можно больше света проходило. Ну, вот я так думаю. А теплоизоляции хватит и такого обычного двухслойного поликарбоната. Вот, вот это у нас поликарбонат. Потом примерно 4 сантиметра будет воздушная прослойка. И здесь будет установлен лист оцинковки или профнастила, покрашенный вот этой вот селективной черной краской. Специальной, специальной для коллекторов. Вот. Ну, еще не решил профнастил или оцинковка, наверное, будет при нагревании, охлаждении бухкать. Ну, там, деформироваться. И при нагревании бывает там, что она бэмкает. Вот это вот. Потому что она прямая. Профнастил так не будет делать. Наверное, лучше будет сюда поставить, будет профнастил лист покрашенный. Потом, после него, я вот тоже так думал над схемой. Почему-то вот все коллектора, что я видел, у них только вот здесь вот воздух циркулирует. Перед, между поликарбонатом или стеклом и вот этим вот абсорбером, как его называют. А вот с этой стороны почему-то сразу начинается утеплитель. Хотя, если подумать, то теоретически вот эта вот металлическая пластина, она должна одинаково нагреваться. Что с этой, что с этой стороны. Поэтому температура с этой стороны, она как бы, ну, не забирается, получается. Она или греет этот утеплитель, или больше просто нагревается вот эта вот пластина, абсорбер. Если ее охлаждать, обдувать с двух сторон, будет поток воздуха идти, то она меньше нагреется. Соответственно, меньше будут теплопотери через поликарбонат наружу, чем меньше температура этой пластины. Но почему-то я вот сколько видел, то коллекторов так никто не делает почему-то с двух сторон, чтобы охлаждать эту пластину. Только спереди. Вот пишите, кто знает, как лучше сделать с двух сторон, чтобы она охлаждалась, или хватит с одной стороны. Мне кажется, что если с двух сторон КПД будет, ну, пускай немного там, конечно, намного не будет лучше, но немножко все-таки должно быть лучше. Благодаря тому, что с двух сторон будет циркуляция, пластина меньше нагреваться будет. Ну, я так думаю. Если у кого-то есть какие-то мысли по этому поводу, пишите в комментариях. Ну, и потом утеплитель. Вот, утеплитель. Ну, по утеплителю тут тоже у меня больше всего вопросов. Он должен быть при такой схеме, если тут будет с двух сторон мываться вот эта пластина, нагревающаяся воздухом, значит, вот этот вот воздух, он будет контактировать с утеплителем домашним. И этот утеплитель, он должен быть какой-то экологически чистый. Ну, пенопласт, он уже не годится, потому что он будет вонять при нагревании. Или его надо как-то изолировать здесь. Минвата тоже. Ну, минвата, она не имеет жесткости конструктивной. Как ее сюда вставить? Надо тоже как-то ее подвешивать. С минватой тоже вроде как не получается. Вот. Какой сюда можно поставить утеплитель? Если бы этот утеплитель приклеить к этой пластине, ну, по такой стандартной схеме, как делают коллектора, то, в принципе, проблемы бы не было. Потому что воздух брался бы только с этой камеры. Тут бы камеры не было бы. Вот. И, ну, там уже все равно пенопласт приклеенный к этой цинковке, или минвата, или еще любой утеплитель, этот воздух бы, ну, оно бы не воняло через железо. Вот сюда. А так, если сделать такой вот двухкамерный, то, наверное, вот этот утеплитель будет вонять. Вот тоже пишите в комментариях по поводу вот этого утеплителя, какой можно было бы поставить, чтобы он был экологически чистый, не вонючий при нагревании. Вот. Ну, вот такой вот коллектор. Да, планирую я сделать. Скоро поеду закупать для него материалы. Коллектор планирую, кстати, сделать размером, ну, будет несколько секций метр на два. Метр на два, ну, метр на два самый оптимальный вариант, так как все эти вот оцинковки, профнастилы, поликарбонаты, утеплители, они идут размерами метр на два, метр на метр, пол, 0,5 на метр. Ну, как раз вот такой вот размер подходящий, метр на два самый такой вроде подходящий размерчик для всех этих комплектующих, чтобы меньше было отходов, меньше резки. И таких секций, я думаю, сделать три штуки. То есть три штуки метр на два, ну, получается шесть квадратных метров. Такой вот коллектор. Планирую две штуки. Может быть, ой, три, три, три секции, да, три секции по два квадратных метра, да, шесть квадратных метров. Планирую вот такой вот коллектор с трех частей делать. Ну, вот такой у меня проект. Пока не начал закупать материалы, то пишите, как бы вы сделали. Может, кто-то делал такие коллектора. Стоит ли делать вот эту вот еще одну камеру воздушную, чтобы воздух и тут и шел, и вот здесь вот циркулировал, охлаждал вот этот вот абсорбер, этот металл крашенный. Или может просто эту камеру убрать и приклеить этот утеплитель прямо к этому, ну, такую стандартную схему сделать. Пока что я еще не решил, пока что думаю. Вроде бы так было проще, ну, чтоб тут уже можно было в любой утеплитель ставить, если приклеить, а так это пенопласт уже здесь не поставишь. Ну, короче, вот такой у меня есть проект. Скоро поеду закупать материалы, так что советуйте, как бы лучше сделать, что можно изменить здесь, может быть. Ладненько, всем до следующих видео. Ну, все буду, весь процесс буду снимать на видео, все рамки, все как складываю, собираю, испытываю, все это засниму и буду выкладывать на YouTube, потому что думаю, это перспективная такая штука. Ладненько, всем пока, до следующих видео.